ПЕСНЯ 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 Господа, как вас нравится у нас праздничек? ПЕСНЯ О, я в восторге, ваше съездие! Господа, господи, позвольте представить вам его друга и нашего гостя, господина Маркиз де Карабан. ПЕСНЯ 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 Здесь нет никакой женщины, я здесь мою розовую. Совсем афротом, как он спать, за самотологей. Лучше тем, кто там спать, немного под грязнью. И дарью идти на утро в доме, И меня! Ах, смоля, не вернусь, чем я. Ах, смоля, не вернусь, чем я. Развесить не сделай, дать за соблю, Компереды на зоне, Компереды на зоне, Компереды на свете, На полночном путь. Компереды на свете, На полночном путь. Марк Ильич, что вы такой видовый почитаете? О, шелестничий! О, шелестничий! Я обронил замок! Помоги же маркизу, Эйсерба! Я? Да ну что вы, нет, конечно, Помоги маркизу! Я бы помог, Марк Ильич, но не могу ухиваться. Почему? По случаю дроби, Марк Ильич. Какой дроби? Где? Вот так. Где, я спрашиваю? Ну, я не знаю, как это место Называется по латыни, А без латыни меня, да, не пойму. Ну, нет, ну вы слышали когда-нибудь что-нибудь подобное? Маркиз, ну что, вы нашли уже всю саму? Стараюсь, Марк Ильич, стараюсь. Скажи, голубчик, а это больно? Да пока стоишь незаметно, но целый месяц мы на дах. Вот так. Было у нас четырнадцать лакеев, а стало пятнадцать. С дробью! Вот она! Спасибо! Вот она! Прошу вас. Княгиня из Тергаси, из Ленгрии. О, Иван Ходро! Слушаюсь. Скажите, если вы действительно из Ленгрии? Да, действительно. Ну, в таком случае, за вами. За вами часто. Мне часто шлится, кому-то птица, И птица мчится, Возьми и птица. Ну, я знаю. Почему, я знаю. Птица. Солица. Ай. Да, воня. Птица. Птица. Залить. Чего? Птица. 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 ПЕСНЯ 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 Что ж это такое? Наверное, он убил часовых и бежал. Ой-ой-ой, как это хорошо получается. Нужно срочно убедить Генриха. А впрочем, зачем? Пусть это будет ему местью за собачку Шульца. Ничего себе, квартирка. А вытирают тоже плохо. Маска, я тебя знаю. Я узнаю тебя попасть. Да, голубушка, вижу, что вас не проведешь. Я, это действительно я. Здравствуйте. Здравствуйте. Ах, боже мой. Что с вами? Кажется, у меня опять начинается моя миграя. А моя миграя это моя трагедия. Да, ну же мне вот. И меня зажидает с моим супругом. Он хотел бы и говорить со мной на одну очень важную цель. Одну минуточку сюда. Голубушка, вы себе даже не представляете, как господин Айзенштейн не любит ждать каких-нибудь пять минут, и он превращается в комок мэр. Что вам превращается, господин Айзенштейн? Простите, сударь, но откуда вам это известно? Голубушка, каждая жена должна знать, во что превращается ее. Голубушка, уж не хотите ли вы сказать, что вы жена Айзенштейн? Конечно, жена. Вы лжете. Почему? Да потому что вы не можете быть женой Айзенштейн. Почему? Да потому что жена Айзенштейн. Ян, ну что вы теперь скажете? Да, что ж тут скажешь? Виновата. Кругом виновата, государы. Вы делаете самое, что хотите, но если вы только знаете, как иногда хочется повеселить, это вы напрасно продолжаете меня вести в силу. Что это? Вы обязаны подграть эту штуку, роль девушки из простонарозья вам не удается. Даже моя горничная не скажет чему-то. Да, дело в том, что Адрюс, Слушай вас, госпожа, это же моя горничная. Да, она встретила вас вчера вечером, и в точности описала ваш сон. Я вижу, что у вас очень сообразительная горничка. Далеко не всегда. Скажите, голубушка, а где же она меня встретила? Где-то кажется, для танчного магазина. Ах, да-да-да-да-да-да, припоминаю, это такая изящная девушка с красивым, трудолюбимым лицом. Да помните, лицо и фигура типичный горничка. Ну, не скажите. Это во многом зависит от костюма. Ах, оставьте, судары. Вот наденьте ее костюмкой, и вы же все равно останетесь в банке. Ну, какое уж ты сможешь быть травмение. Голубушка, скажите, а сколько вы платите своей горничной? И двенадцать талем. Ах, какие гроши! Скажите, а вы не боитесь, что она может от вас уйти? Да куда же она уйдет? Теперь так трудно найти себе новое место. Голубушка, вы, вероятно, не слышали, что произошло недавно в Париже? Нет. А что? В одно прекрасное утро все горничные ушли от своих хозяев. Да куда же слоги из правительства? Вот-вот. Как раз сегодня я говорила на эту тему с одним министом. И что он сказал? Платить надо больше, сударыня, иначе постирию возьмут снова. Платить на диск. Платить. Платить. Ой, послушай, Парень. Да. Ты не видел, не проходила здесь женщина в костюме летучей нитки? Не заметил. Значит, не проходила. Такую женщину нельзя не заметить. А ты из Махета? А, ну да. Ты не видел, не заходила ли туда женщина в розовом платье? Значит, не обратил внимание. О, значит, не заходила. На такую женщину нельзя не обратить внимание. Как ты знаешь, какая у нее фигура? Да ты знаешь, какие ножки у летущей мыши? Знаю. Вот такие. Сперегонки. Эти ноги не выходят у меня из головы. Должно быть, они там неплохо себя чувствуют. Пусто, просто. И что-то очень весело с этим. О, Генрих, я куплен. Я вижу весь мир в розовом платье. Ну а как? Вы что, уже познакомились? Ну, у меня связались с ней очень короткие отношения. Три раза я приглашал ей танцевать. И три раза она мне отказала. Куда вы короткие. Ну а у тебя как? Я еще только прицеливаюсь издали. Прицеливайся, прицеливайся, стрелок. Будем надеяться, что с мышкой тебе больше повезет, чем с рябчиком. Ну я пожелаю тебе удачи. Желаю тебе удачи. А вот, кстати, твой розовый платье. Иди к ней. Ты знаешь, я Рафею. Я видел, как она разговаривает с мужчинами, как будто с лакеями. А по-моему, она сейчас с лакеями разговаривает, как с мужчиной. Желаю тебе удачи. Спасибо. О боже, сколько я отдал, чтобы быть на месте этого лакея. Голубчик! Да, пожалуйста. Пойди сюда. Пойди сюда. Скажи-ка, милейший, о чем с тобой разговаривала та прекрасная незнакомка? А, баронесса! Только она барана. Уж очень, говорит, надоело это высшее общество. И давай меня расспрашивать. Это о чем же? Ну, первым делом о мусоре. А мусорь? Ну да, но много лет вас от гостей остается мусором. А потом танцевать приглашала. Тебя? Меня. Врек ей-богу? И ты бы позволил себе танцевать с баронессой. Да я бы себе позволил, да вот троп не позволяет. Потом мы разошлись. Так, ну-ка, идем-идем-идем-идем. Скорей! Скорей сюда! Скорей сюда! Скорей сюда! Снимай консоль! Снимай консоль! Я сказал, давай на вас! Шипов! Иди, спой! Иди, спой! Армшат! Полимонад! Обморожены! Армшат! Полимонад! Из морозы! Армшат! Ходи сюда! Голубчик, как у вас? Что прикажете, сударыня? Ты обалдел, что ли? Это не нормально. Голубчик, скажи, а давно ли ты служишь в лотере? С молодец, красударец. И так ничего и не научился. Так, стой вот сюда. В сей момент? Нет, ты стоишь вот сюда. А, секундочку? Ты стоишь вот сюда. А, все-таки сюда? Да. Так, так. Ну как ты стоишь? Хорошо. Ну что у тебя за руки? Ну просто палки какие-то, али руки. Так, закругли их локтя. Так. А теперь наклони корпус. Ниже, ниже, еще ниже. А теперь головку чуть-чуть. Вот. Вот ко мне. Да. И улыбайся. И помни, что улыбка лакея это... Боже. Нравится? Никогда бы не наняла лакея с такой фальшивой улыбкой. А вы попробуйте, сударыня. Поверьте. Вернее, преданные слуги вам нигде никогда не найти. Где только набирают такую деревенщину? Ну что же он мне сегодня так навезет? Голубчик, ну-ка, гимочку, быстренько. Ого, благодарю. Послушай, человек, что-то мне твое лицо не знакомо. Вот и что, здесь новенький? Новенький, ваша милость, человеком я стал со вчерашнего дня, а до этого был лесничек. Отчего же ты переменил профессию? Без чувства самосохранения, ваша милость. Месяц того назад один охотник, некий господин Айгенштайн, подстрелил меня без тряпочек. Ага, Айгенштайн? Да я же только что внес его в тюрьму, но посадили на восемь суток. Вот счастливец. Да в чем же тут счастье-то? Да как же, ваше летоство, восемь суток будем сидеть, а я выкумил из девиторой в месяц на ногах. Вы знаете, из меня извлекли шестьдесят четыре дробины, а тридцать шесть еще осталось. И куда же это он тебе попал-то, а? Ой, ваш мусс, я не знаю, как это место называется по латыни, а без латыни об этом лучше не говорите. Что? Больно. Да, пока стоишь незаметно. Но обидно! Все лакеи надо мной подсмеиваются. Было, говорит, нас четырнадцать лакеев стало. Пятнадцать с дрожью. Не пройдет пятьдесят минут, как это разница будет в моем сетях. Уж я-то не проводуюсь. О, господин Франк, здравствуйте. Друзья, позвольте представить моего лучшего друга, господина... Ай! Машкиз? У тебя коробок. Нет, ты мой машкиз. Ха-ха. Кстати, оптичка, вы знаете, тут недавно один охотник кокотил тебя, да? Стрелял в рябчика, опал в лесниче. Ну что вы скажете о таком идиоте? Машкиз, что вы скажете о таком идиоте? Господа, ну что вы хотите от лесниче? Да я не о лесничею говорю. Я говорю об охотнике некий коммерсант, вы, наверное, его знаете, некий господин Айденштейн. Маркиз, вы его не знаете? Первый раз слышу. Да что вы говорите? Ну да ладно, чёртским с этим коммерсантом, господа, пойдёмте. Ну так, вы, ваши находящие... О-о-о, как я рада вас видеть! Иван Господин! Послушаюсь, ваше сиятельство, Иван Господин! Баронесса, маркиз, вы знакомы с баронессой? Да. Не имею честь. Разрешите вам представить, баронесса, маркиз и карамболь. А-а-а! Ты здесь? Ну ты зачутилась. Ну вы оказывается дружный баронесса. Ну как это баронесса? Это маяк горько. А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этого вы должны сами решить, знаете ли вы себя или нет. Вот оно что. А скажите, мальчик, вы женатый? Женат, но это не имеет никакого значения. И давно? Вы хотите знать, давно ли я женат, или давно ли это не имеет значения? И то, и другое. Женат давно, уже целых три года, а вот значения это не имеет с той самой пункты, как я вас увидел в невинях. Неужели каждая жена через какие-то три года становится неинтересной? Знаете, кто-то сказал, что жена – это прочитанная книга. Ее можно хранить, беречь, переплетать. Но вот читать-то мне уже неинтересно. Боюсь, что многие мужья так невнимательно читают книги, что совершенно не знают ее содержание. О-о-о, свою книгу я знаю наизусть. Да. Неужели вы-то каким-то тремом сумели так хорошо узнать свою жену? Да за три года можно выучить китайский язык, не то, что жена. Вот сейчас я беру вашу руку. Надо сказать, что мои же были довольно красивые руки. Но у нее не такие длинные пальцы. И у нее такая мягкая кожа, как у вас. Да? Дело в том, что мне знакомо каждое движение. Я, например, знаю, как она протягивает мне при встрече, как она машет ими при прощании, как она может провести меня по моим волосам. А как это может и не вцепиться в вашем волосе, вы знаете? Надеюсь, что это ей будет в голову тогда, когда я уже одну сеть. Так вот, у меня знакома форма каждого ее пальца, каждого ногтя. Я, например, знаю, что между средним и указательным пальцем у нее маленькая родинка вот здесь. Что такое? У вас точно такая же. Да что вы говорите? Лена в этом самом месте. Но разве может срабиться ее родинка с мамой? Чего вы что называете? У нее просто маленькая сделка и пятнышка. Вот и все. А у меня? А у вас эта пятнышка может стать залогом огромного счастья, если вы позвольте его поцеловать и безграничного защитования, если вы не в этом откажете. Так и сейчас я быть зван, почему бы что-то не устало! Верпых взглядом покорил, с таким ядом напоим! О своей хорной кровью проник Fucking pungty Килинской войны. ПЕСНЯ 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 СКОРОН ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПОЗДРАВЛЯЮ Вечером я с ней с ней святая Обеды невозможно ПЕСНЯ 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 Черт Да Не совсем забыт У тебя есть только один выход — Какой выход? — Никакого — А у меня есть надежда Я влюблен — а он — кого? — О, паранекса — Да ты с ума сошел, это же Что это? Нет, нет, ничего. Нет. Брось, ты что-то хотел сказать. Я просто хотел сказать, что даже глупо стоять и вздыхать кисть. Так, ну я побежал, побежал. За летучий мысль? Да, к ней, к ней. В жизни не видел более интересных. В жизни не видел такого идиота принять собственную жену за интересную женщину. А принять ответ за баронессу? Ну и дурак! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сидит король веселья, сидит с лоток и стель, Сидит послево пить, и закручивает нас пить, Король льна! Вселенцы мы в земляшку, король буй шамазкий, Король буй шамазкий, Буй-буй, король льна! Но мы его освободим, мы его пердик, Заскрыгавал, узника мы освободим! Но мы его освободим, мы его пердик, Заскрыгавал, узника мы освободим! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.